Привет, друзья! Сегодня будем готовить очень вкусную колбасу из курицы. Колбаса по этому рецепту получается ароматная и нежная. Вкуса напоминает паштет. Готовится легко и просто. Для начала курицу варим минут 5 и сливаем первый бульон. Теперь курицу и кастрюлю моем и заливаем чистой водой. Добавляем морковь и репчатый лук. Добавляем лавровый лист. Варим курицу на медленном огне до готовности. Примерно по времени 1 час. Далее снимаем курицу с плиты и отделяем мясо от костей. Теперь к мясу добавляем соль и специи по вкусу. Я добавляю хмель и сумели, мускатный орех, прованские травы и смесь разных перцев. Все приправы добавляйте по своему вкусу. Все речень ингредиентов, как всегда, найдете в конце видео. Теперь еще добавляем мелко нарезанный чеснок, обычную горчицу и сухое молоко. Сюда же из кастрюли добавляем вареный лук и морковь. Теперь берем теплый куриный бульон и добавляем в него желатин. Хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков. Теперь бульон с желатином вливаем к нашим основным ингредиентам. И пробиваем все погружным блендером до однородной консистенции. И для цвета добавляем свекольный сок. Полученную однородную массу разливаем по формам. Я обрезала пластиковые бутылки. Наполненные бутылки прикрываем пленкой и отправляем в холодильник до полного застывания. Спустя время достаем колбасу и извлекаем из формы. Просто разрезаю ножницами. Колбаса хорошо отделяется. Заворачиваем колбасу в пищевую пленку и храним в холодильнике. При надобности достаем, нарезаем и готовим вкуснейшие бутерброды. А можно и подать к любому гарниру. Колбаска получается очень вкусная, нежная и ароматная. При нарезании не ломается и отлично держит форму. Попробуйте, друзья, приготовить. Желаю всем приятного аппетита и удачного дня!